Ещё в зале присутствует Сергей Вячеславович Савельев, который расскажет, как яйца влияют на наш мозг. Что же в этих яйцах такого ценного для мозга? Ну, это витамин В4, то есть холин. Это дико важная вещь. И давным-давно биохимически было доказано, что особенно неврологические расстройства, особенно у активно худеющих дам, часто связаны с недостатком В4. Потому что это холин, из которого в том числе образуется медиатор, например, стилхолин. Он очень важен для передачи от нейрона к нейрону, от нейронов к органам, мишеням, сигнала управляющего. И поэтому некоторые проблемы с таким нежным дебилизмом бывают вдруг неожиданно. Нежный дебилизм? Да, но это шутка, конечно, но речь идёт о том, что человек начинает как бы не совсем адекватно себя вести, не всё понимает. Но стоит его накормить таким важным делом, как яйца, то есть дать ему избыток. На пять минут, чтобы огонёк разума... Нет, нет, там огонёк разума загорится в глазах, потому что это на нервную систему дает очень важный предшественник медиаторов, который регулирует активность нашей нервной системы и позволяет нам быть шустрыми, подвижными и сообразительными. А я правильно поставил пожилым, значит, яйца это полезно? Да, а для пожилых особенно хорошо, если взять куриные яйца и удобрить их рыбьими, чёрненькими или красненькими. Ой, вы прям всё... да, да, да. Это особенно хорошо влияет на зрение. На зрение, на зрение.